Железная дорога – зона повышенной опасности. Большую угрозу для жизни и здоровья людей представляют несанкционированные переходы через ЖД-пути. Один из таких участков находится между улицей Новая и первым проездом Михельсона. Сейчас там ведется строительство надземного сооружения. Как будет выглядеть будущий объект и насколько он важен для жителей городского округа, узнаем в следующем сюжете. За последние три года на этом участке железной дороги погибли 8 человек. Несмотря на профилактические беседы с населением, несанкционированные самодельные переходы появлялись вновь и вновь. По поручению губернатора Московской области в конце прошлого года стартовало строительство разноуровневого надземного перехода. Сейчас уже появляются первые штрихи будущего объекта. Бетонируем опоры под пролетное строение. Сейчас ведем уход за бетоном, также ростверка башни. Уже пришел весь металл у нас на пролетное строение. Начинаем укрупненную сборку. Дальнейшая работа – это вынос сетей железной дороги и сборка пролета и монтаж его на опоры. Стеклянный переход длиной 85 метров оборудуют лестничными маршами и пассажирскими лифтами. В темное время суток сооружение будет светиться. Новый объект не только обеспечит безопасность пешеходов, но и станет архитектурным украшением города. Важно сделать так, чтобы этот традиционный переход с одной стороны железной дороги на другую был комфортный и безопасный. Было принято решение обустроить уже капитальный надземный переход. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поддержал эту инициативу. Были выделены средства около 300 миллионов рублей. И в ноябре месяце 2022 года началось строительство. Пропускная способность перехода рассчитана на полторы тысячи человек в час. Перемещаться из одной части железной дороги в другую по безопасному и комфортному пути жители округа смогут уже в августе этого года. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова